Всем привет, мои дорогие ютуберские зрители, и особенно те, кто мне в комментариях после Краснодара писал «Артём, да ты совсем, наверное, с ума сошёл! Где ты увидел, что Локомотив начинает играть лучше, чем раньше?» Мысли нет, физики нет, игроки разучились играть и вообще не понимают, нам нужно срочно купить человек 10, чтобы Локомотив снова начинал играть в футбол. Вас особенно приветствую, надеюсь, что вы смотрите и это видео тоже, и лайк поставитесь, и вообще на канал подписались, и будете моими верными зрителями. Всех очень люблю, но сегодня обзор на матч Сочи, мнение, которое я записываю на трансляции, которые у нас проходят на vkplay.live. В описании есть ссылочки, приходите, подписывайтесь и давайте смотреть матчи в прямом эфире, вживую, вместе, обмениваясь мыслями непосредственно во время игры и после игры. Мы там ещё разбираем всякое по статистике, по комментариям. Короче, весело, приходите, очень интересно. Но матч Сочи окончился победой Локомотива со счётом 1-0. Пожалуй, более важного счёта для Локомотива сейчас даже просто и не существует. Победить именно со счётом 1-0. Можно 2-0, но 1-0 это ещё более показательно, потому что счёт 1-0 говорит о том, что соперник против тебя всё-таки был достаточно сильный, но при этом ты умудрился от него не пропустить и забил гол. И матч Сочи это вот как раз полная иллюстрация именно вот такой вот истории. Сочи только что обыграли Ростов. Сочи довольно неплохая команда, у них есть сильные исполнители, у них нормально всё в обороне. Да, может быть, Хохлов не самый сильный тренер и я по большому счёту на самом деле не сильно беспокоился именно о том, что Сочи нас как-то перекатает. Крылья Советов нас могут перекатать, ЦСКА нас может перекатать, там сильные тренеры, там сильные составы, но не Сочи. Сочи это команда, которая играет на сильных качествах своих индивидуально сильных футболистов. Пошла игра у Нобуа, Сочи летит, Сочи разрывает, у Сочи много моментов. Пошла игра у Крамарича, вдруг неожиданно там можно закинуть мяч за Шиворот-Песекову. Но если сами эти игроки, например, выключены из игры соперником, то перестроятся, начать искать другие зоны, тренерские какие-то перестановки сделать. Это вообще не про Сочи и в этом плане Локомотиву, конечно, с такими командами играть сильно проще, потому что индивидуально наши футболисты сильнее, чем футболисты Сочи. И, как ни крути, много есть вопросов Галактионову, но тренер Галактионов, конечно, сильнее, чем тренер Хохлов. Я думаю, что это тоже мысль, которая не требует каких-то дополнительных доказательств. Итак, Локомотив Сочи после матча Локомотив-Краснодара, который, на мой взгляд, был неплохим плацдармом для того, чтобы в дальнейшем Локомотив усиливал свою игру, оказался, наконец-то, тем самым матчем, который продолжил усилия предыдущей игры, потому что до этого мы сыграли с Рубином 1-0, но, правда, против второго состава Рубина и в кубке, это немножко другая история. И мне казалось, что вот можно сейчас провести хороший матч, точно так же здорово сыграть в обороне, только еще и в атаке добавить. Но после этого случились крылья советов, которые нас откинули назад на несколько матчей. Случился Краснодар, и в этом матче снова Локомотив достаточно хорошо сыграл в обороне, снова начал ходить вперед и иметь какие-то моменты на быстрых атаках, забили гол на последних минутах. Это все, конечно, грустно и обидно, что Локомотив не уничтожает Краснодар на чужом поле. Но как база для того, чтобы на этом строить какое-то следующее подобие хорошей команды, сгодилась. Соответственно, матч против Сочи. Во-первых, выпускается пара центральных защитников Фасон Морозов. Погосного я желаю всячески здоровья, но я очень рад, что хотя бы травма Погосного заставила Галактионова выпустить пару лучших центральных защитников Локомотива. Я думаю, что сегодня в этом все убедились. Если после Рубина мне писали, что да, что там, Фасон Морозов играли против второго состава. Если просят после Краснодара мне писали, что да, что там на 65-й минуте, когда вышел Морозов, Краснодар уже не атаковал, он отошел назад, сил просто не было. То сегодня таких отмазок уже просто нет. Хотя мне тоже пишут, что Сочи сегодня был плохой и не атаковал. Ну, видимо, просто тяжело поверить, что Фасон и Морозов это хорошая пара центральных защитников, которые как в атаку может играть сегодня и Фасон, и Морозов классные диагонали вырезали, и много проходило над Зюбу, и не только над Зюбу, так и в обороне. Ничего не позволили сделать ни Игнатьеву, ни Милкадзе, ни Крамаричу, никому. У поворотного Лантратова ноль ударов в створ. А те, что были не в створ, наносились с огромным просто сопротивлением. Так что даже по большому счету сердце не йокало. Хотя было страшно на 90-й минуте, когда Локомотив ведет всего 1-0, по неволе ожидаешь подвоха, что как Локомотив на 90-й минуте отыгрывается, так и Сочи сейчас возьмет как-нибудь ударит с центра поля, и мяч залетит. Но, к счастью, не залетел, к счастью, Сочи не ударило. К счастью, наши опорники отрабатывали до конца, и центральные защитники так ничего не позволили сделать. Но в любом случае, Фасон Морозов, пара центральных защитников, очень здорово, очень классно, очень рад, что эта пара вышла, и мы, ну, и не пропустили, и особо не могли пропустить. На флангах вышли Технезян и Нинахов, куда-то пропал Самошников. Это идея Галактионова с убиранием игроков из состава после того, как они провели неудачный матч, мне не очень нравится. То есть мне скорее нравится то, что мы не увидели Самошникова в этой игре. Я не считаю Самошникова хорошим защитником в схеме с двумя центральными. Но то, что его не было даже в запасе, меня очень сильно смущает. Судя по всему, мы сразу после этого матча едем в Ростов на кубок, без заезда в Москву. Так что, наверное, и в матче с Ростовом Самошникова тоже не будет. Но там ему бы, в общем-то, можно было бы поиграть. Но состав на Ростов это отдельная тема, к нынешнему матчу не относящаяся. Здесь мы увидели Технезяна, здесь мы увидели Нинахова, здесь мы увидели, что и Технезяна, и Нинахов в конце матча уже еле-еле вылочили ноги. Судя по всему, опять же, есть какие-то мышечные повреждения у них, что нас приводит в очередной раз к мысли о том, что физподготовка у команды не самая лучшая, и мышечных травм, ну, слишком много. Даже у таких вот, ну, крепких футболистов, как Технезяна и Нинахов, которые, ну, бегунки и атлеты. Вот про кого точно не подумаешь, что они могут получать мышечные травмы, это Технезяна и Нинахов. Опорка Баринов-Корпукас, она вообще неизменна. Здесь просто нету альтернатив. А в атаке снова изменения, их снова довольно много. И ключевое изменение, конечно, выход Артема Дзюбы, который полностью поменял эффективность нашей игры. Да, там под ним Антон Миранчук, Глушенков и Рыбчинский, но по большому счету мог бы быть кто угодно из наших атакующих полузащитников. Да, наверное, Глушенков сейчас ближе всех к званию главный игрок стартового состава в атаке. Но, тем не менее, видели мы матчи, в которых и Глушенков остался в запасе. И вполне возможно, всем же Ростовом не выйдет в старте на Кубок России. Главное, что с Артемом Дзюбой вновь появилась эта самая опция начинать атаки рядом с чужой штрафной. Что было большой проблемой в матче с Краснодаром, что наши атаки зарождались где-то около центра поля. Мы перехватываем мяч, мы дальше тянем этот мяч вперед, там у нас наши игроки выбегают, атака вроде бы 3 в 3, но пока мы добегаем до штрафной, мы уже забываем, что вообще мы собирались сделать в этой самой штрафной, что там поворотом надо бить или точную передачу надо отдать. Это все как-то уже на второй план отходило. Казалось, для нас главное до этих самых ворот добежать. Поэтому у нас и с крыльями советов не было никаких ударов поворотом Ломаева, поэтому у нас и с Сафоновым тоже не было никаких нормальных ударов поворотом, кроме крайне неподготовленного там удара Пеняева с 25 метров низом по центру в руки. Здесь же, когда у вас появляется дзюба, у вас есть опция закинуть на дзюбу, отдать передачу на дзюбу и начать свою атаку уже у чужих ворот. Вам не нужно думать, так, ну мне еще 30-40 метров добежать до штрафной, так, там справа бежит, слева бежит, босс, что мне делать? Нет, ты уже у штрафной. Тебе уже достаточно просто отдать передачу штрафную одним касанием, пробить поворотом, попробовать самому штрафную войти. И это гораздо проще. И в матче, в котором играет Артем Дзюба, у Локомотива, ну, обычно все-таки довольно много ударов поворотом и в створ ворот. Но тут появилась еще одна проблема, и эта проблема в том, что, оказывается, игроки Локомотива не очень понимают концепцию футбола, что надо не только в створ ворот попасть, но еще как-то мимо вратаря постараться мяч катнуть. У нас там что-то порядка 9 или 10 ударов в створ, чуть ли не рекорд сезона, но все удары, за исключением одного, это удары строго по центру, желательно низом и желательно, чтобы еще и скорость погасилась. В итоге Заболотный очень легко эти мячи собирал. Но, в конце концов, классный перехват от Кропукаса, пас на Антона, отличная закидушка в центр над Дзюбу, Дзюбу скидывает на Глушенкова, и Глушенков, чуть-чуть пройдя, чуть-чуть сместившись влево, долбанул наконец-то в правый угол, Заболотный уже это не смог потащить. И это качественная игра в футбол, это то, что я хотел бы видеть от Локомотива, большое количество моментов, большое количество заходов в штрафную, большое количество ударов поворотом, и при этом строгая, надежная игра сзади, когда ты даже не позволил, по сути, ударить поворотом Ломаева. Именно такого матча я ждал, и хоть я и волновался в концовке, но по большому счету, да, реально, Локомотив поводов для волнения не давал. Что еще важного хочется сказать по поводу этой игры, то, что наконец-то Локомотив провел цельный матч. То есть, если мы берем, там, матч с Краснодаром, его можно делить на отрезки, когда Локомотив, там, 20 минут играет хорошо, получает пенальти в свои ворота, затем он играет уже, так, более-менее средне, на уровне с Краснодаром, у Краснодара чаще мяч, но Локомотив выбегает в быстрые атаки. Затем, с началом второго тайма, Локомотив забыл, как играть в футбол, и 20 минут просто отдавал мячи Краснодару, а Краснодар атаковал, и после этого еще 30 минут Локомотив уже надавливал на ворота Краснодара, и в концовке сравнял счет. Так происходило со всеми матчами Локомотива в этом сезоне. В каждом матче я выделял какие-то отрезки. Вот здесь отрезок, когда Локомотив играет хорошо, а вот здесь отрезок, когда Локомотив просто мячи вперед кидает, и не может там ничего придумать у чужих ворот. А потом отрезок снова Локомотив там забил, вот как с факелом, например, было, да, что мы забили гол, потом нас факел примерно 50 минут прессовал, а потом начался отрезок, когда Локомотив забил еще 3 мяча. Это, типа, не очень хорошая тенденция, потому что, когда у тебя игра отрезками, это значит в любой момент, во-первых, у тебя нет никакой надежности, надежности, во-вторых, в любой момент эта игра может превратиться в проигранную для тебя, как вот тоже матч с крыльями советов, ну, вот любой матч вспоминай, ну, вот здесь хорошо, в пример, крылья советов. Ты вроде 60 минут нормально играешь, у крыльев советов нет ни одного момента, у тебя есть какие-то выходы, ты даже забиваешь гол, пускай отменили его из-за игры рукой Дмитрия Баринова, а потом ты взял и выключился. Ты просто выключился на 60-й минуте, и крылья советов создали несчетное количество моментов, конечно, тот матч должен был завершаться победой в крыльях. Сегодня нет такого. В матче Сочи такого просто не было. Весь матч с нулевой по 90-ю минуту Локомотив примерно делал одно и то же на поле, и не было такого, что на 10, на 15, на 20 минут отдали мяч, или что 20 минут прям давили, 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 сидели на воротах, а потом немножечко сбавили давление. Нет, в каждом отрезке матча, в первые 15 минут, во вторые 15 минут, в третьи 15 минут, вы можете найти опасные моменты с участием игроков Локомотива, с ударами по воротам, с выбеганиями, и при этом вы не найдете, чтобы Сочи там как-то доминировал на нашей половине, находился постоянно, там 5-10 минут на нашей половине поля, а мы не могли бы у них мяч отнять. Такого не было. Да, Сочи периодически переходили на нашу половину поля. Да, что-то периодически, конечно, там, не знаю, 2-3-4 подряд атаки Сочи проводило, а мы не могли, соответственно, выйти из-под прессинга. Но затем это заканчивалось. Затем мы находили лазейку, как дойти до чужой половины поля, проводили быструю атаку. Сочи понимало, что если оно продолжит на нашей половине находиться большим количеством, то получит уже разительную контратаку, разящую контратаку, которая завершится голом, и поэтому отходила назад. Короче, качественный, последовательный, добротный матч от Локомотива, по которому у меня лично нет вопросов. Нет вопросов ни к Галактионову, ни к игрокам Локомотива. Ни одному из них я не могу сказать, что он сыграл плохо. Ни одному из них я не могу сказать, что он как-то сыграл шедеврально, и именно он затащил нам матч. Но просто здорово, просто здорово сыграли центральные защитники. Шикарно сыграл Артем Дзюба. Прекрасный гол забил очередной Максим Глушенков. Антон Миранчук совершенно не выпадал из игры. Да, есть вопросы по Дмитрию Рыбчинскому, но правый край полузащиты, что в очередной раз про это говорить, там просто некому у нас играть. Почему бы не Рыбчинский? Он хотя бы был сегодня активен. Так что вот такой матч получился, и я действительно рад тому, что Локомотив провел добротную игру, сделал шаг вперед после матча с Краснодаром. Теперь нужно еще один шаг сделать, чтобы обыграть Балтику дома. И если это случится, как я и говорил в обзоре на прошлый матч, то старту сезона, вот этим 7 матчем в российской премьер-лиге и 3 матчем Кубка, можно будет поставить твердую четверку. На мой взгляд, да, это не пятерка. Пятерка, это если бы мы там больше двух очков за игру имели. Но четверка, я думаю, это абсолютно нормально. И с большой долей вероятности, если мы обыграем Балтику, то мы по итогам вот этой первой части, первой четверти, чуть больше, будем выше Спартака, ЦСКА, возможно, выше Динамо, может быть, выше Крыльев Советов, команд, которые, казалось бы, на старте очень хороши, очень крепки. Но у них тяжелые матчи на следующей неделе, а у нас Балтика, которую будет не просто обыграть, но все-таки Локомотив дома Балтику обыгрывать обязан и может. Тем более с Дзюбой, тем более с Фасоном Морозовым, с Лантратовым в воротах. Как будто бы, как будто бы все должно быть для нас хорошо. На этом все. Спасибо большое. Такое вот мнение, оно не очень длинное. У нас уже через 2-3 дня Ростов, поэтому там будем говорить про уже следующие вещи. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok